Дрифт 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 собираетесь дрифтить, то сначала выкачитесь на максимум. То есть последний уровень открытия деталей, насколько я помню, там 47-й, то ли или 48-й. Ну и желательно еще и абсолютки выбить. Это, в принципе, тоже не так много времени. Это максимум там 1-2 вечера погонять, и в принципе все, во все абсолютки вы себе набьете. Потому что о фарме абсолюток в принципе говорить в принципе не о чем. Просто проходите гонки, получайте детали. Все. Тут даже гайды делать не надо. Но все же вернемся к сету. У нас тут стоят вначале все абсолют плюс, потом у нас стоит нагнетатель РУЦА. Я использую именно нагнетатель РУЦА, потому что, ну, как видите, в его написании написано, что он мгновенно улучшает работу машины при нажатии педаль газа на низких скоростях. Странно, конечно, что они именно такое понятие приписали всем, скажем так, турбонадувам, потому что обычно к турбонадуву относятся понятия обороты. То есть он, к примеру, становится более эффективен на высоких оборотах, более на низких оборотах и так далее. Тут как-то привязали к скорости. Поэтому, скажем так, исходя из описания, мы берем то, что у нас улучшает гораздо лучше на минимальной скорости. Потому что все-таки дрифтим мы не на 300 км в час, а приблизительно там 100. Так что я считаю, нагнетатель РУЦА подойдет для этого лучше всего. Подвеску я ставлю для спидкросса. Тормоза, понятное дело, ставим элитные. А вот шины, как я и сказал, берем для дрэга. Далее трансмиссия элита плюс. КПП ставим максимальное, потому что у разных машин бывает разное количество передач. У какой-то там 7 максимум, у кого-то 5 максимум, у кого-то там, допустим, 3 может стоять. Ну, 3, но все равно максимум не может быть. 3 обычно это бывает минимум. Но это, в принципе, не важно. И последний дифференциал тоже ставим для спидкросса. Но на этом мы не закончили. У игры есть некоторые особенности. А именно, в некоторых автомобилях. Понятно, что, допустим, сейчас я, к примеру, привожу Рексу. Но если взять какой-нибудь другой автомобиль, то там вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Например, вот такими. Что у машины просто навсего не будет оборотов. Да, понятно, это пикапчик старенький. Но, как видите, 4000 оборотов, которые у него присутствуют, ну, дрифтить как-то не позволяет. Да, все равно это можно делать, но это очень туговато получается. Поэтому в этом случае, ребят, вам понадобится свап-движков. Хотя, в принципе, я советую практически на любой машине свапать движок. Либо на самый максимальный, либо на тот, который вы пожелаете. Но желательно помощнее брать, чтобы у него было побольше крутящего момента, ну, и потенциальной мощности. Все-таки же делать и дачку не для того, чтобы за картошкой ездить, а дрифтить. Так что свап-движка это полезная вещь, которая поможет вам поднять обороты. Ну, а теперь перейдем к тому, как же все-таки дрифтить. Потому что, даже несмотря на эти настройки, машина все равно очень неуправляемая. И у нее есть некоторые нюансы в управлении. Все-таки физика дрифта в хите, ой, какая отвратительная. И причем странно, вроде как бы в обычных гонках даже приятно ездить. Все-таки по сравнению с пейбэком физику немножко перелопатили. И в обычных гонках ездить приятно. Но вот дрифт стал просто невозможным. Поэтому, что еще дополнительно я советую сделать? Во-первых, открыть быстрый тюнинг и попереставлять немножко ползунки. Поставить максимальную чувствительность и прижимную силу как можно меньше. Потому что чем больше у вас прижимной силы, тем управляемее и стабильнее она у вас становится. Соответственно, впустить ее в дрифт становится очень сложно. Ну и теперь осталось поговорить только о самой технике дрифта. Я, понятно, разумеется, все приблизительно понимают, что нужно делать. Просто дать газу, повернуть и потом подворачивать немножко в другую сторону. Но все-таки хит реализовано немножко по-другому. Для того, чтобы машину постоянно держать в угле, нужно делать дополнительные корректировки. То есть туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда ворочать вправо. Вот, допустим, если вы делаете поворот вправо, то вы дополнительно поворачиваете вправо-влево, 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 вправо-влево. А когда уже делаете перекладку в другую сторону, полностью зажимаете влево, и когда у вас снос машины становится параллельно дороге, отпускаете газ и нажимаете еще раз. Это, скажем так, поддаст вам оборотов, и машина войдет в следующий занос. Если повороты чересчур резкие, то можно дополнительно закидывать машину либо тормозом, либо ручником. Но все же практиковаться вам придется очень много, потому что, так как я сказал, это будут шины для дрэга, и вы поймете, когда их поставите, что управляемость машины становится просто совершенно другой. Она как будто бы попытается боком просто соскользить нахрен с дороги, и вам нужно как раз таки поворотами будет ее подлавливать постоянно. Я понимаю, что да, это как бы тупо, так не должно работать, надо, чтобы это все было нормально, но черт подери, мы в игре имеем то, что имеем, и это хоть как-то похоже на дрифт относительно того, что в игре присутствует, скажем так, в стоковом варианте. Потому что вот это вот дергание, выравнивание машины, вот постоянно такой, как будто, блин, эпилептик какой-то едет за рулем, но очень сильно напрягает. А на это как бы даже еще более-менее приятно смотреть. По поводу выбора машины я советов как бы дать не могу. Вроде пока что тестировал небольшое количество тачек, но, скажем так, все, что тестировал, все более-менее ехали. Не знаю, конечно, как настройки повлияют на какие-то более, скажем так, презентабельные автомобили, типа гиперкаров или спорткаров, там, не знаю, прокан, уайру или так далее, там. Ну, все же, как видите, даже старый и древний, как я и сама, монтопикап может дриптить. Поэтому, в принципе, я думаю, большую часть тачек можно будет, скажем так, затюнить, чтобы они более-менее ехали. Но не забывайте про свап-движков, потому что на старых машинах там, скажем так, хреновые проблемы могут быть с оборотами, поэтому свапайте движки. Ну, а на этом все, друзья. Я надеюсь, это видео было вам полезным, потому что все-таки дрифт это очень проблемная тема. А для меня это как бы прям пунктик, потому что я обожаю дрифт, вы прекрасно знаете. В хите я, конечно, разочарован в его реализации, но, по крайней мере, хоть что-то здесь делать можно с этим, даже пускай своими силами. Если, как говорится, разработчики не хотят чинить, то починим мы. А вам остается всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи! Всем пока!